Всем снова большой привет, друзья! С вами на связи Олег Дмитриев, и мы продолжаем наш курс «Фриланс равно деньги». Сегодня у нас будет урок номер 2. Будем разбирать с вами технику WhatsApp. Кстати, не перестаю повторять о том, что я придумал эту технику сам. Так вот, сегодня у нас будут вот такие вот немножко таблицы, документы, все ссылочки по ним. Я закину в описании, все можно будет найти, увидеть, и это будет дальше полезно. Вот, кстати, заранее скажу, что видос однозначно понравится, поэтому предлагаю поставить лайк. Так вот, смотрите, у вас будет вот такая вот табличка, документ, как ее проще назвать. «План действий для работы на фрилансе». Это наш план. Для начала у нас здесь будет как раз располагаться техника WhatsApp. И в последующем, в дальнейшем, получается, уже вы будете сюда скидывать дополнительные техники. Это там типа холодные звонки, фриланс-площадки, там что угодно. Но сегодня у нас техника WhatsApp. Это у нас первый наш инсайт. У нас будет написана, ну, сама техника, что это такое. Потом действия, к примеру, делать рассылку по услугам и сервисам типа 2GIS, Авито, Фарпост по разработке сайта. Далее мы пишем какой-то дедлайн о том, что, например, с какого числа мы это начнем и до какого числа мы это будем делать. К примеру, мы начали первого числа, а закончим его делать десятого. Почему мы его закончим? Чтобы внести правки и в дальнейшем уже продолжить работу. Мало ли мы делаем что-то не так. Плохая статистика. Будем все сравнивать. И в дальнейшем у нас уже есть сам наш рабочий процесс. Это наша рабочая таблица и текста сообщений. Я поначалу думал, конечно, не выдавать эту таблицу, но я же обещал выложить весь курс полноценным. Поэтому все выкладываем. Так вот, по поводу задач. Эти ссылочки, кстати, у вас тоже будут. Это у нас будет пример общения того, как происходит переписка. Ну и некоторая там табличка. Об этом сейчас объясню. Так вот, смотрите. Вот эту табличку тоже желательно поначалу вести, да и вообще в последующем ее вести. Поскольку здесь мы будем сравнивать, сколько мы сделали и что в итоге получилось. К примеру, как я вот здесь уже написал, это мы сделали примерно 18 рассылок по WhatsApp. 14 из них там, допустим, отреагировало, прочитало. 8 ознакомились, списались. 2 еще подумали. И 1 заказ есть. Это очень грубая статистика. На самом деле там по WhatsApp гораздо больше статистика нужно будет писать. Вот. Думаю, посыл вы поняли. Вот. Но самое главное, это, конечно же, вот здесь. То, что мы будем писать. Смотрите, мы изначально должны будем исходить со стороны клиента. Допустим, мы нашли какую-то строительную компанию, хотим у них что-то заказать. И мы пишем, здравствуйте, вы занимаетесь строительством домов. Правильно понял? Ну, я правильно попал? Он вам пишет, типа, либо да, либо нет. Если нет, окей, все, давай. Если правильно, ну, да, все правильно. Супер. Скажите, пожалуйста, у вас есть сайт? Дайте ссылку. Мы опять же интересуемся, будто мы все еще клиент. Да, мы не пишем, что мы клиент. Но мы, по крайней мере, интересуемся именно с этой стороны. Объясню, почему. Вот, он пишет, типа, да, нет. Ну, типа, он дает вам ссылочку, вы ее уже смотрите, либо у него нет. Здесь вот также я еще поставил некоторые там комментарии, уже как вам в дальнейшем. Ну, можно будет еще диалог, потому что бывают всегда разные. Вот, он вам пишет, типа, сайта нету. И дальше мы уже интересуемся, как у вас идут дела в целом. Я просто почему спрашиваю. Ко мне часто обращаются за разработкой сайта данные специализации. Обычно с целью привлечь больше клиентов, но также за разрешением клиентов. За расширением своего бренда в интернете. Вам ведь интересно привлекать больше клиентов через интернет? Он вам пишет, типа, да, интересно, либо нет, не интересно. Вот, к примеру, если нет, не интересно. Мы, ну, мы сразу не убегаем, типа, а, блин, понятно, все, следующее. Ему, может быть, сейчас не интересно. Вот, бывало такие случаи, когда человеку было не интересно, но он позже увидел вашу переписку, либо нашел ее, и вновь к вам уже обратился. Вы ему напишите то, что, окей, я вас понял, если будут вопросы по данной тематике, можете обращаться по любому из данных контактов. И отправляйте ему уже свои какие-то контакты. Телефоны, сайт, ВК, там, что угодно. Вот, далее, вот по вот этому тексту. Его еще можно сделать по-другому. К примеру, если у него уже есть сайт. Вот, вы ему что-то пишете, и ниже там, типа, я посмотрел ваш сайт, сделан на WordPress, на шаблоне, ну, зависит от того, на чем он там сделан. И далее ему уже делаете какое-то предложение. Но после этого, например, вот так вот у вас диалог идет, ему, да, интересно, окей. И мы переходим дальше. А здесь я вот подчеркнул именно черненьким. В последующем вы поймете, почему. Вот, далее мы уже вот пишем. Мы сейчас бесплатно, ребят, ключевое слово, запомните его. Мы сейчас бесплатно предоставляем свои услуги по разработке сайта Визитки. И какой-то ему пример скидываете. Кстати, шаблон сайта Визитки я тоже прикреплю в описании. Вот. Либо мы можем разработать для вас полноценный сайт с сильным дизайном и настроенной рекламной кампанией. Тут очень важно еще заметить настроенной. Вы ему не запустили рекламную кампанию, а именно просто настроили ее. Очень важно. Примерные цены за подобные проекты. Тут уже цену свою назовете. Вот так вот. И ниже прикрепить обязательно ссылки на какие-то работы, которые будут связаны именно со строительством домов. Очень хорошо, если это будут ваши проекты. Но даже если это будут не ваши, ребят, можно прикреплять ссылки и на чужие работы. Но можно будет оповести то, что эти работы не мои, но я могу их сделать. И вы должны, кстати, уметь ту самую работу, которую прикрепите, вы должны суметь ее сделать. Вот. И далее задаем уже вопрос, что из данного выбора вам было бы интересно. Как правило, после этого человек, скорее всего, денек еще может подумать, пока это все посмотреть, либо один вечер. Ну и вам там что-то уже пишет. И напоследок вы ему уже отправляете вот такое вот сообщение. Типа, по следующим вопросам обращайтесь. И самое главное, вы напишите ему либо на следующий день, либо через день о том, что посмотрел ли он эти работы, что ему было бы интересно. И в той вот самой переписке, уже в последующем, вам было бы очень хорошо его вытянуть на разговор, например, в скайпе. Либо личная встреча – это самое лучшее, что только возможно. Это личная встреча. И внизу я также прикрепил еще дополнительно, кому мы можем писать. Типа, деловые услуги, строители, ремонты, обучающие там, кто-то курсы проводит, какие-то мероприятия, мебель кто-то продает. Что угодно. Можно писать практически кому угодно. Так вот, зачем это? Почему именно техника WhatsApp? Поначалу, вот когда на своем первом курсе, меня интересовались, почему я не, ну, скорее не веду, например, холодные звонки. Потому что они работают гораздо эффективнее, чем WhatsApp. Но фишка в том, что их далеко не каждому удобно делать, а кто-то даже боится. Я сам не хотел этого делать, почему я и сделал вот эту технику WhatsApp когда-то еще в декабре 2017 года, насколько я помню. Да, потому что я не хотел звонить. Мне было страшно, неудобно. И такое я замечаю у очень большого количества студентов. Так вот, вот эта вот техника WhatsApp, это как бы такое вхождение, легкий вход. Вы научитесь, в принципе, разговаривать с клиентами. Вы научитесь отвечать на их вопросы, потому что далеко не все будет идти по вот этому скрипту. Далеко не все. Будут порой моменты и довольно странные, и вы должны будете с ними справляться, что-то им писать. Но писать проще, чем просто говорить. Вы можете не успеть что-то сказать, там, э-э-мэ, все, покраснеть и бросить трубку, и никогда не больше никому не звонить. Вот. Это легкий вход. Вот. Его нужно будет обязательно выполнить, сделать, потому что в последующем звонить будет гораздо легче и проще. На большую часть вопросов вы уже знаете ответы. Вот. И по поводу шаблона, да, его я тоже прикреплю в описание. Можете уже посмотреть. И давайте сейчас уже перейдем к самому интересному. В принципе, как я еще говорил на каком уроке? Про новогодний фриланс. Точно о том, как нам совершать вот эти вот манипуляции с WhatsApp. Там была страшная техника. Это то, какой я пользовался раньше. А сейчас это можно сделать гораздо проще. К примеру, мы заходим в 2GIS. Кстати, есть огромная рекомендация использовать именно 2GIS. Это у меня даже где-то записано. Вот, именно 2GIS, Авито или Форпост. Но у меня есть где-то еще запись рекомендации о том, что в лучшем случае использовать именно 2GIS. Вот, потому что там уже написан наверняка какой-то сайт и есть все контакты. Вот, мы, к примеру, открыли 2GIS. И вот давайте возьмем строительство домов. По аналогии того, что мы вот сейчас смотрели. И здесь мы ищем, кому мы можем написать. Это все наши клиенты. И это только по строительству домов. Берем какой-нибудь адрес. Вот, видим, находим какой-то сайт. Допустим, кстати, желательно, советую, прям советую просматривать все вот эти вот сайты различные. Потому что сайт может быть не совсем, как это сказать, продажным. Не хотел обидеть. Вот, и я попал прямо в цель. Вот, сайт может быть не совсем продажным. Но, тем не менее, можно будет человеку написать и предложить какую-то уже свою услугу. Более такую хорошую. Так вот, мы находим сайт. Смотрим, берем его, получается, номер телефона. Либо уже вот этот, который уже здесь размещен на сайте. Ну, либо уже какой-то другой, если, допустим, здесь нет сайта. Берем номер телефона. Его копируем. Открываем новую вкладку и набираем va.me. И здесь уже через слэш вставляем тот самый номер телефона. Но только нам нужно будет убрать вот эти вот все черточки, пробелы, если вдруг будут. И нажать пендер. И у нас на компьютере либо откроется веб, ватсап, либо уже приложение ватсап. Мы нажимаем, ну, разрешить. У этого человека, допустим, уже есть ватсап. Если у него его нету, то он его не найдет, и мы и не сможем ему написать. И это что круто, нам не нужно будет его сохранять в телефоне, потом искать его где-то там в телефоне, искать его на ватсапе. Как это я помню, еще делал когда-то давно. Просто открываем здесь уже ватсап. И можно будет ему уже писать, например, вот первое вот сообщение, какое у нас идет. Его копируем. И дальше вставить, отправить. Все, следующий. Мы переходим, допустим, обратно. Следующий. Берем его точно так же, номер телефона. Ну, здесь у нас городской. Окей, ищем дальше. Берем номер телефона, вставляем. Следующий. Далее нам уже что-то отвечает. Мы смотрим, что нам ответили. Берем и копируем дальше. Копировал, вставил, пошел дальше. Копировал, вставил, пошел дальше. И вот так вот. И, кстати, скажу насчет времени. Самое удобное время именно в том городе, в котором вы это проводите. Это очень важно. Смотрите за часовыми поясами. Чтобы было где-то с часу до 17 часов. Это как бы самое удобное время для WhatsApp. Желательно не писать им поздно вечером, либо рано утром. Вам просто могут не ответить, либо это человеку не понравится. Ну, плюс утром, чтобы человека не грузить с утра пораньше. Вот, друзья, это все, что я самое основное такое хотел вам на сегодня рассказать. Обязательно выполняйте вот эти вот все задачи вашим домашним заданием. Да, это видео делается для YouTube, но у вас тоже будет домашнее задание. Сделайте вот это вот себе, вот план работы на фрилансе. Его файл, создать копию. Ссылочки здесь уже прикрепите тоже свои для удобства в дальнейшем. И вперед, работать, работать. И отмечайте точно так же здесь, например, сколько я за сегодня рассылок уже сделал. Какие из них итоги получились. Сколько ответили, сколько заинтересовались. Если есть какой-то заказ, отлично, есть заказ. Тоже его пишем. Если нет, окей, не пишем. И уделяйте этому процессу, именно отправке подобных сообщений, где-то 2-2,5 часа в день. Можно где-то до 3, это нормально. В день это хороший график. Вот, ребят, на этом у меня пока все. Если, опять же, понравился видос, обязательно поставьте лайк, подписывайтесь. Впереди у нас еще будут довольно интересные уроки. На этом у меня пока все. Всем спасибо за внимание. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok